всех приветствую друзья еще нашел интересные статейки для вас друзья особенно интересуются многие пчеловоды а что делать семья глянул яйца наложила матка на роение собралась а вот-вот улетит что делать вопрос скорее помогите такие вопросы мне часто встречались а ну вот я нашел интересную информацию есть много интересных так сказать решений этого вопроса ну один из них самый упрощенный называется при стряхивании пчел возвращается рабочее состояние семей имеется в виду из раевого состояния переходят в рабочее состояние итак друзья послушаем чем тут делятся люди медосборные и погодные условия 1956 года очень способствовали роению пчел в редких семьях не было признаков роевого состояния большинство семей роились а при недосмотрах пчеловодов израивались то есть это поясняется один первак вышел второй второй вторак третяк и так она может израиться до пол рамочки пчел остаться у меня такой случай был особенно если вы не проводите так сказать разводитесь в собственном соку не ваши пчелы близкородственное разведение и они обязательно израяются до конца поэтому желательно и в три-четыре года менять маток и из других при всадебных участков или с другой другого пчеловода матковода чтобы у вас не было близкородственного разведения к двум сильным пчелиным семям у которых были уже двух трехдневные личинки в маточниках и семья и семьи перестали строить искусственную ващину мы применили способ стряхивания пчел предложены г.ф. тарановым ну я думаю вы способ таранова услышали так вот он делится стряхивая ли пчел мы делали так как его описал пчеловод мамотов журнал пчеловодство номер 6 за 1953 год у литка мы вбивали два колышка и клали на них наклона фанерный лист между прилетной доской и фанерной оставляли расстояние 15 18 сантиметров то есть это вот так приблизительно если у вас это улик вот тут на двух колышках лежит эта доска что пчелы не могли сюда проскочить здесь расстояние как они пишут 15 18 ну приблизительно вот такое расстояние это вот вот такое 20 сантиметров то есть а сюда струсили лед на пчела может полететь они вот на здесь останется вот а это стоит на под наклоном на колочках не на полу колочки так под наклоном потому что улей всегда стоит на возвышенности сантиметров 20 может лишь или меньше или больше у кого как но приблизительно это стоит до земли еще такое расстояние приблизительно вот читаем дальше на эту доску 12 часов дня стряхивали пчел со всех рамок улья доску ставите и в рамочки вынимаете и страхиваете их прям на доску на доску вот все рамочки перетрусили туда это так сказать вот такой процесс работы дальше читаем рамку на которой находили матку ставили на землю у края фанерного листа между фанерой и литком но это приблизительно вот так вот эта рамка тут они поставят как я сказал до земли далеко вот она до земли стоит вот эту рамочку в промежутке то есть матка здесь находится на этой ну это они так делали вы можете хоть матку клеточку посадить на проволочке подвесить здесь такой комочек образовался в райок небольшой итак смотрим дальше что дальше не описывает пчелы сливались клубом под фанерой и на рамки с маткой ну у них получалось вот так это вот работа эта фанерка это рамка и пчел его здесь вот он образовывался клуб потому что она под наклоном а так было вот клуб а туда не перелезть в литок не могли смотрим дальше что они предлагают дальше матку при этом прикрывали колпачком всем понятно колпачком накрыть матку чтобы она не потерялась а какой колпачок не описывает но главное что она закрыта не могла выскочить так выдерживали течение полутора часов час половиной в это время все освобожденные от пчел рамки осматривали срезали трутневый расплод и маточники от одной из семей одновременно со стряханием мы сформировали трех рамочный отводок то есть пчелы было очень много и они сделали отводочек на три рамки гнезда пчел после этой операции собирали из сотов перемешку с рамками вощины всем понятно то есть все эти рамки перетрусили отдельно ставили одну соту одна ващина одну соту одна ващина одну соту одна ващина так читаем дальше что они делали какие соты таких рамок каждой семье давали по 6 7 штук семьи содержались в ульях лежаках после выдержки пчел под прилетной доской матку из-под колпачка освобождали переносили вместе с рамкой в гнездо а фанеру с клубом перед передвигали к прилетной доске улья и пчелы постепенно входили в улей когда матку взяли поставили туда уже подвинули этот клуб поближе и они все вылезли из-под сотой позашли в леток читаем дальше в обоих случаях рабочее состояние у пчелиных семей полностью восстанавливалась в течение четырех-пяти дней пчелы хорошо отстроили все поставленные рамки с искусственной овощиной и не испортили ни одной ячейки вот такой опыт проводила орловская опытная станция пчеловодство лещов это опытная станция обычно люди которые занимаются опытом они теряют что-то время теряет но добиваться интересных результатов и так друзья хотите попробовать сделайте хотите не попробовать не делайте это дело ваше но факт стряхивания пчел приводит их в рабочее состояние вот после того как они уже настроились на на полет читаем дальше мой опыт посадки райов 1952 году на нашей пасеке из 100 семей пчел роилась 50 семей проявление роевого инстинкта было настолько сильным что раи нормально посаженные уля на следующий день слетали я думаю у тех пчеловодов которые имеют богатый опыт и такое бывало и у меня было обычно сажаю все нормально нормально ну один рой попался 5 раз сажал и бесполезно и так и улетел как говорится пока на собственных ошибках не убедись а тогда тогда уже передаешь думаешь что надо сделать чтобы он не влетел вот так и у этих людей аналогичная картина роения и слета роев повторилась и на следующий год естественно сажал я уже и говорят старые улики сажать там запах все в новый нельзя ни в коем случае ничего не поможет ни в старые не в новое если семья настроилась улететь то на улетит пятьдесят четвертом году я решил принять меры к предупреждению слета райов к началу сезона я приобрел 30 запасных ульев выходящие раи я сразу же помещал запасные улья заранее подготовленным гнездом и относил в зимовник всем понятно гнездо это значит там рамочки стоят соты ващина не только ващина а соты стоят вот что интересно смотрим что дальше относил их сразу зимовник ну это подвал может быть или специальный обшанник ну короче там прохладненько место было ну не 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 жарко конечно это же лето ж было все таки вернее весна уже раи нашли там пчелы сидели спокойно на второй день под вечер я выставлял улья с раями на подготовлен для них места и тут же осматривал гнезда к вечеру выставлял и осматривал пчелы сидели клубом как это бывает во время зимовки но не так плотно на рамках в зависимости от величины роя оказывалось от полтора до двух килограммов меда который пчелы захватили с собой при вылете из улья и на одной рамке часто можно было видеть только что отложенные яйца имеется ввиду если раи перваки из наплодной матки это большие раи и когда они уходят они до двух килограмм меда уносят или больше как говорится в общем хорошо берут запас меда и пчелы не могут держать этот мед в себе тут этот принцип обоснован на том что когда пчелы отложили мед в соты а и настроились жить в этом гнезде то они не полетят а если вы сажаете их на ващину сразу же они сразу же им надо куда-то откладывать и бывает им не нравится по каким-то причинам я не знаю по каким это гнездо и плюс у них еще и как говорят по-русски инстинкт они должны улететь за энное количество километров подальше чтоб не было близкородственного разведения а пчеловод их старается здесь же посадить поэтому мы боремся и с этой проблемой и что дальше они сразу же откладывают мед если они мед отложили в соты то они уже без меда не полетят с того времени я ежегодно ежегодно сажаю раи только этим способом если в первые два года моей работы из 30 посаженных райов 20 слетали по нескольку раз то за четыре последующих года из 120 район не слетел ни один многие пчеловоды так и делают когда приблизительно так они в районю который попадает сажают на холодное место это район не закрыто сидит там они даже стянут сотики ну чтобы это упорядочить это положение то лучше сажать их сразу улей и пусть они тянут там не сотики а оттягивают в рамки и ващину и и как говорится там стоит и ващина и сотики куда мед залить можно то есть все условия посадка райов описанным способом очень удобно рой с первого же часа после выгода из улей начинает заниматься отстройкой гнезда то есть когда вы рои выставили на улицу на второй день к вечеру вот он сразу же облет делает и с утра они уже начинают тянуть ващину потому что это свойство райов если в улей имеются соты пчелы чистят их а матка засевает яйцами рой посажен таким способом никогда не слетит со своего гнезда потому что матка еще в зимовники отложит значительное количество яиц а пчелы приступят к строительству сотов и так друзья обратите внимание этот способ очень чем он хорош маленькие комментарии тем он хорош что у вас сокращается время работы если вы так просто спеша не некогда вам возиться стянуть этот улик куда-то в подвал вы сразу здесь высыпали закрыли думаете все хорошо побежали авось пронесет ну авось проносит а авось не проносит и у вас увеличивается процесс работы вы вышли опять рой сидит опять снимаете я маленький был когда был у учился у этих как так сказать где мне понравилось это хобби был у одних друзей которые занимались пчеловодством они рад раз пять снимали это трое и сажали и он опять слетает и опять надо лезть и неизвестно где он сядет сначала здесь сядет потом там сядет потом там сядет вы теряете целый день вы не цените свои себя вы не 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 учитесь на ошибках поэтому желательно я имею ввиду вы себя в том числе который учился на этих ошибках желательно посадить и на следующий день все на месте и вас гарантия и вы ничего не потеряли ну бывает даже такое что и улетает и уже потом ты их не вернешь и сам себя коришь и говоришь ай-яй-яй-яй как неразумно то есть совет разумный гарантия сто процентов немножко задержка по времени но вы уже не будете потом лазить по всем деревьям по всем кустарникам и забором и так друзья еще один случай об использовании роевых пчел что интересно раи они хорошо тянут ващину хорошо мед носит и это с одной стороны хорошая вещь ну с другой стороны они ослабляют семьи но все равно послушаем за свою многолетнюю работу на пасеке мне не раз приходилось быть свидетелем крайне плохой работы роившихся семей испытывая различные приемы использования семей отпустивший рои и сами рои наилучший результат я получил от применение следующего способа с появлением летных зрелых трудней в семье хотя в маточниках еще отсутствует яйца или личинки я принимаю меры к ускоренному выходу роя для это убираю из гнезда рамки с открытым расплодом а взамен ставлю рамки со зрелым расплодом то есть от других семей затем в одном из средних сотов вырезаю полоску размером 3 сантиметра на 20 сантиметров то есть вот такая полосочка 3 сантиметра вот чтобы маточники заложили в соте вырезает полосочку который ему нравится где имеется ну засевчик через несколько дней вырезанном окне сота пчелы отстраивают мисочки вот матка вскоре заносит их яйцами потому что семью он создал в роевое состояние еще через несколько дней выходит первый рой то есть он делает контролируемый рой а не так чтобы он выйдет эта семья не выйдет эта семья он все семьи укомплектовал упрессовал приблизительно проверяет через определенное несколько дней через три пять дней узнаем три дня яичка лежит вот он проверяет дальше через несколько дней вырезанном окне сота пчелы отстраивают мисочки потому что они любят такое утепленное состояние еще через несколько дней выходит первый рой если вы отпустила семья содержащиеся улей лежаки я помещаю его в тот же улей рядом с материнской семьей отделенной глухой перевороткой то есть если это улей лежак он делит глухую перегородку и посажает его рядышком эта семья летает здесь а этот рой здесь дальше смотрим что он делает леток для рой открывают с противоположной стороны то есть если это семья лежака налетала сюда то он сажает сюда открывает здесь новый леток чтоб семья облетывалась вот то есть два летка у лежаку с этой стороны где он посадил читаем дальше при выходе рой из улья на 12 рамок пчел помещаю во второй корпус отделив его от первого фанерной перегородкой если на пастике нет нужды в матках через через определенное время он эту перегородку снимает и семья мирно объединяется потому что и рой и материнская семья имеет один одинаковый запах оставляет ту матку которая ему нравится или дает возможность маткам как говорится разобраться кто из них прав и когда пчелы разбираются естественно они в основном и идут на ту матку которая более качественно крупно но бывает что и старой оставляют итак друзья вот такое вот видео для вас что интересно что не интересно всякий раз у каждого свой опыт мне интересно я думаю и вам будет интересно ставьте лайки подписывайтесь задавайте вопросы не забывайте заносить интересную информацию ваш дневничок и вы будете успешным пчеловодом потому что конспектировать закон конспектируете видео номер такой-то статья такая тут как использовать район а так когда районность тут выходить у вас голова кругом попадет где-то видел где-то слышал где взять не знаю а когда вы открыли тетрадочку ваш дневничок так как краевых пчел использовать окей вот здесь написано три статьи окей я сейчас видео включили вам читать не надо включили видео пока вы чай пили или обедали видео прокрутилась окей понятно райок у вас собраны уже так теперь осталось его посадить в ящичек и отправить как говорится в течение 15 минут вы всю информацию получите если вы хотите скачать можете скачать а если хотите чтобы у вас осталось на на любимым как те лайки если вы поставили лайк это занесется в ваше любимое видео то вы можете оттуда глянуть можете не скачивать и не ставить лайк ну тогда можете должны залезть на мой канал и отыскивать это видео под таким-то номером видео и под таким-то названием вам легко будет записать название и номер видео там три статьи или четыре статьи одна статья такого порядка вторая статья такого третья такого вам нужна вот такая вот так друзья развивайтесь практикуйте и будет успех гарантирую будете радостны веселые и соседи будут веселые и родственники будут веселые но почему ну всегда медом угостить можно до встречи какие-то какие-то вы 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 вы